Единственный в Гаджиево крытый рынок закрылся. В подвале жилого дома, где располагаются торговые павильоны, обнаружили десятки разбитых ртутных ламп. Ядовитые пары угрожали безопасности посетителей центра, но даже такое соседство не смогло заставить арендаторов съехать с привычных площадей. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Вместе с дочерью Наталья Столярова содержит маленький отдел, где продают сувениры и делают фото на документы. По словам предпринимателей дело только пошло в гору. В ателье уже сформировалась положительная репутация. Но отработав несколько месяцев, начинающим бизнесменам пришлось закрыться. Оказалось, помещение рынка, где стоит их оборудование, опасно для жизни. Должны быть виноваты найдены во всей этой ситуации. Раз ситуация была уже и было заражение ртутными парами, значит, должны найти виновных. За что должны страдать предприниматели? Все, можете пройти, посмотреть, в каком состоянии. И как сегодня предприниматели хотят здесь жить и работать. А как дом должен жить? В подвале жилого дома в Гаджиево по адресу Ленина, 38, так же, как и до обнаружения 80-битых ртутных ламп, вьют паутину ни о чем не подозревающие пауки. По словам надзорных органов, во время проверки допустимый уровень содержания паров тяжелого металла был превышен четыре раза. Кто виноват в ситуации, сейчас сказать сложно, но чрезвычайной комиссией было принято решение об экстренном закрытии торговых павильонов. Было вынесено решение, что нужно срочно рынок закрыть, провести процедуру демеркулизации, обязательно вывести все эти лампы, сдать их на утилизацию. Согласно договору об утилизации опасных отходов первого класса все это было сделано. И вот на данный момент осталось только провести заключительную демеркулизацию. Собственник площади муниципальное предприятие уже бы приступило к процессу удаления паров ртути, но мешает торговое оборудование. Еще не все предприниматели успели съехать. Несмотря на то, что формально договор аренды с бизнесменами уже истек и по решению суда коммерсантов могли просто выселить, администрация зато предложила каждому из них равные торговой площади и помощь в транспортировке витрин и стеллажей. Сейчас идет работа по предоставлению помещений предпринимателям. Осталось примерно двое-трое человек, которых были заключены договоры на этом рынке. Я думаю, что в ближайшее время мы этот вопрос полноценно решим. Большинство альтернативным вариантам остались довольны, но нашлись и те, кому предложения показались неравнозначными. В городском управлении и в этом случае отнеслись с пониманием. С людьми встретились, предложения выслушали, на все интересующие вопросы ответили. Кроме того, на контроль ситуацию взял и уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области Игорь Морарь. 17 проблем, конкретных 17 проблем решено. Остались три предпринимателя, с которыми мы не дали как через полчаса поедем смотреть одно помещение. Завтра смотрим другое помещение и у нас останется один предприниматель, с которым тоже будем закрывать этот вопрос. Поэтому я им за это очень благодарен. Всем бы руководителям администрации так поступать. В интернете достаточно слухов о том, что расположенный в самом центре Гаджиева рынок могут продать крупные сетевой компании. Но власти заверили, что после капитального ремонта, который в жилом доме просто необходим, бизнесмены смогут вернуться на привычные места.